приветствую друзья сегодня мы с вами почитаем интересную сказку которая лично мне очень нравится автор ее георгий скребицкий и называется она воришка хотя я бы его возможно назвала и по другому однажды нам подарили молодую белку она очень скоро стала совсем ручная бегала по всем комнатам лазила на шкафы этажерки да так ловко никогда ничего не уронит не разобьет в кабинете отца над диваном были прибиты огромные оленьи рога белка часто по ним лазила заберется бывало на рог и сидит на нем как носочки дерева нас ребят она хорошо знала только войдешь в комнату белка прыг откуда-нибудь со шкафа прямо на плечо это значит она просит сахару или конфетку очень любила сладкое конфеты и сахар у нас столовой в буфете лежали их никогда не запирали потому что мы дети без спросу ничего не брали но вот как-то зовет мама нас всех столовую и показывает пустую вазочку кто это конфеты отсюда взял мы глядим друг на друга и молчим не знаем кто из нас это сделал мама покачала головой и ничего не сказала а на следующий день сахар из буфета пропал и опять никто не сознался что взял тут уж и отец рассердился сказал что теперь все будет запирать и нам всю неделю сладкого не даст и белка заодно с нами без сладкого осталось вспрыгнет бывало на плечо мордочка а щеку трется за ухо зубами дергает просит сахару а где же его взять один раз после обеда сидел я тихонько на диване в столовой и читал вдруг вижу белка вскочила на стол схватила в зубы корочку хлеба и на пол а оттуда за шкаф а оттуда на шкаф через минуту смотрю опять на стол забралась схватила вторую корочку и опять на шкаф постой думаю куда это она все хлеб носит подставил я стул заглянул на шкаф вижу старая мамина шляпа лежит приподнял я ее вот тебе раз чего чего только под ней нет и сахар и конфеты и хлеб и разные косточки я прям к отцу показывал вот кто у нас воришка отец рассмеялся и говорит как же это я раньше не догадался ведь это наша белка на зиму себе запасы делает теперь осень на воле все белки корм запасают ну и наша не отстает тоже запасается после такого случая перестали от нас запирать сладкое только к буфету крючок приделали чтобы белка туда залезть не могла но белка на этом не успокоилась все продолжала запасы на зиму готовить найдет корочку хлеба орех или косточку сейчас схватит убежит и запрячет куда-нибудь а то ходили мы как-то в лес за грибами пришли поздно вечером усталые поели и скорее спать кошелку с грибами на окне оставили прохладно там не испортится до утра утром встаем вся корзина пустая куда же грибы делись вдруг отец из кабинета кричит нас зовет прибежали к нему глядим все оленьи рога над диваном грибами увешаны и на кричке для полотенца и за зеркалом и за картиной всюду грибы это белка ранюхонько утром постаралась развесила грибы себе на зиму подсушить в лесу белки всегда осенью грибы насущих сушат вот и наша поспешила видно почуяла зиму скоро и вправду наступили холода белка все старалась забраться куда-нибудь в уголок где бы потеплее а как-то раз она и вовсе пропала искали искали ее нигде нет наверное убежала в сад или оттуда в лес жалко нам стало белочки да ничего не поделаешь собрались топить печку закрыли отдушник наложили дров подожгли вдруг в печке как завозится что-то зашуршит мадушник поскорее открыли оттуда белкой пулей выскочила и прямо на шкаф а дым из печки в комнату так и валит в трубу никак не идет что такое брат сделал из толстой проволоки крючок и просунул его через отдушину в трубу чтобы узнать нет ли там чего глядим тащит из трубы галстук мамину перчатку даже бабушкину праздничную косынку там разыскал все это наша белка себе для гнезда в трубу затащила вот ведь какая хоть и в доме живет а лесные повадки не оставляет такова уж видно их беличья натура